а что вот это вот такое вот здесь как раз про достоевского и надо рассказывать вы это арендуете ли что вы делаете хочется вот совокупиться с ней я бы его испробовала наш паровоз вперед летит кому не остановка другого нет у нас пути в руках у нас морковка так пили зайчики которых спасал дед мазай мы с вами находимся слышите уважаемые пассажиры мы с вами находимся в уникальном вообще месте где прямо в конвейерном режиме проходят всевозможные съемки я вот один раз здесь водил экскурсию и насчитал одновременно три свадебных фотосессии ну и плюс как бы например выйдет вроде как уже скоро фильма серверные коньки тоже в съемочную группу я здесь водил показывал вообще про кино мы поговорим мы сами находимся на самом старейшем прекраснейшим вокзале не только в петербурге но и в российской империи потому что отсюда началась у нас железная дорога но прежде чем мы начнем рассказ у нее непосредственно давайте-ка поглянемся вокруг у нас сегодня такой большой широкий объектив большой стране большие широкие объективы да и вот тетенька заглохла съемка началась значит это вообще вокзал постройки 2004 года построил человек по-моему ли бржевский бржевский он был поляк как вот и перетяткович как и лилевич и вокзал этот интересен тем что он сохранился он сохранился в первозданном виде здесь есть например вот такие вот объекты деревянные арнувошные да у нас некоторые арт-нуво говорят ну ты не произносит французском языке и смотрите что здесь можно делать их можно трогать их можно трогать и никакая бабушкой не подбежит и не скажешь вот этим он прекрасен чистой воды модерн да то есть сессион вене юген стиль в германии арнуво во франции северный романтизм в скандинавии и финляндии хотя мне говоришь на финляндии скандинавия но какая нафиг разница это уже более поздняя постройка вход был вот оттуда изначально и вот здесь сейчас на самом деле располагаются стенды которым еще подойдем а раньше здесь были кассу сейчас покажу фотографии там надпись кассы сюда входила чистая публика и покупала билет давайте уже мы подойдем для начала к информационным стендам я хочу вам показать пару вещей значит вот это изначальный павильон станции царскосельской дороги и потом соответственно он был преображен в то как мы его сейчас и наблюдаем все остальное мы с вами увидим действительно отсюда пошел первый наш паровоз проворный он назывался в 1737 году родные родные люстры совершенно видите как распределено все по капелькам вот это вот жестяночка родная прямо знаете хочется вот совокупиться с ней да то есть это гимн кайфу перфекционистка да и вот этому тем людям которые от этого балдят вот эти все растительные мотивы которые мы так любим здесь не случайно у нас находится портрет ой не портрет бюст николая первого потому что он был одним из инициаторов постройки железной дороги к нему обратился человек кербец вы не кербец господи герстнер кербец это построил большевых низкий мост мы еще увидим этого персонажа и о нем поговорим взглянем теперь вот туда сохранившиеся витражи вот эти вот какие-то рыбы непонятные наша любимая лорелея вот там вот видите девушка прекрасная с цветочными орнаментами ну а наверху по традиции бог гермес с огромнейшими крыльями а под ним вот такие извивающиеся это вот и змеи и змеи которые по идее должны быть на его кадуце и посмотрите какие потрясающие люстры как будто сделаны в конторе руководимой одной из творей из фильма чужие вот прямо знаете как будто она туда так плюнула в искусствоведческом порыбе и и это образовалось здесь две мемориальные доски ну вот первая железная церковская сельская дорога 30 октября 1737 года это одна ну и санкт-петербургская витебская железная дорога под которой собственно перестраивался этот вокзал мы с вами идем в помещение которая как правило мало посещается публикой но зато активно посещается всевозможными фотографами кинорежиссерами и операторами вот еще посмотрите как это все прекрасно оформлено вот здесь лифт находится то что раньше называлась подъемная машина это тоже был прорыв для того времени ой солнце прямо в глаз ленин думает о нас ну пусто но зато можно сесть опять-таки никакая бабушка к вам не подскочит здесь располагался ресторан не буфет а именно ресторан потому что буфет был в другом крыле вот мы сейчас подойдем его недавно отреставрировали я вам даже покажу как он раньше выглядел гимн утилитарному стилю который погружен в оболочку модерна если мы посмотрим на фотографию то увидите как вот возле прямо этой арки стоят официанты ожидания своих клиентов здесь у нас показана история цирско-сельской железной дороги самый первый вокзал вот там вот идет этот паровоз спроворный дело в том что изначально ширина колеи предложенная герстнером она была 1800 с чем-то там сантиметров дело в том что он ее увеличил по сравнению с европейской для большей устойчивости во-первых вагонов и для того чтобы они были более комфортными более широкими потом у нас возник стандарт 1524 сантиметра если я не ошибаюсь переведенный позже в 1520 сантиметров есть очень распространенная такая история что разница в колеи связана с тем что николай 1 приказал увеличить боясь что враг к нам на паровозе приедет и я сам постоянно рассказывал эту тему потому что она мне очень нравилась дело в том что во время войны действительно логистика перевозок фашистской германии она была нарушена этим очень серьезно это байка чистой воды на самом деле первая причина странная как покажется это ровно 5 футов и поэтому удобно а во вторых на самом деле это было с подачи джорджа воншингтона уислиера который американского инженера который здесь у нас строился и вообще мельников ездил в сша сша тогда были самой прогрессивной стороной по части железных дорог и поэтому это пришло оттуда хотя сейчас ширина железнодорожной колеи в сша такая же как в европе но вот на тот момент это было их предложение поскольку стандартно не существовало в англии как вы знаете ширина вообще она от ширины дороги для дилижансов дилижансы вот эту вот ось это от древней римских дорог древние римские дороги они от ширины колесниц римских то есть все вообще из древнего рима вот соответственно едет этот первый паровоз который доехал за 35 минут долетел обратно вообще за 27 царская семья туда ездила и все обалдели на самом деле от скорости от комфорта передвижения дальше вот павловский вокзал дело в том что в царском селе жило не очень много людей и в павловске в том числе то есть это в основном была царская резиденция нужно было как-то повышать пассажирский трафик вот для этого была придумана такой как вот в случае с историческим курортом про который я рассказывал была придумана такая завлекуха вокзал потому что вокзал это вообще на самом деле была такая леди вокс вот который сделал бокс холл в англии вокс очень хорошо коррелирует с словом бокс бойс голос и это было такое развлекательное место и в общем-то туда стали привлекать всевозможных звезд самая знаменитая была штраус и народ попер но летом летом в осеннее время там и вступал цыганский оркестр в общем они таким образом пытались повысить оборотность железной дорог ну а потом соответственно уже он претерпел изменения вот это вот старый корпус построенный по проекту константина тона который мы сегодня сегодня еще поговорим с вами поскольку здесь в округе стояла аж две церкви по его проектам а вот здесь раньше находился царский павильон да откуда соответственно уже царская семья выезжала и здесь же протекал веденский канал мы выйдем я покажу фотографию как он выглядел здесь мы передадим привет лёхе видите какая у него мохнатка сегодня сделано мы экспериментируем еще со звуком лёха убил бобра в сибири и вот заточил но в этим временем обратите внимание на зеркала опять таки да вот на эти напоминаю вам что например музее арсе есть целый отдел который посвященных мебели стиле модерна хочу вам показать вещь вот это вот ты пока с ними я сейчас расскажу пока я проверяю звук чтобы не раздражать вас очередными словами типа раз-раз скажу что это электропривод для огромные люстры которые находятся непосредственно в этом зале покажи наверх уходящий соответственно трос сименс и гальски это была компания представителем которой в россии был леонид борисович красин я сидел обязательно принял лекцию назову ее менеджер террорист тот самый сименс мы с вами выходим вот сюда световой зал памятник инженерного искусства где сохранилась роднейшая склёпка вот она и здесь у нас тоже снималось большое количество всевозможных кино картин но во первых если мы чуть-чуть продвинемся туда и посмотрим вот в ту сторону откуда мы выходили то мы с вами сможем развернуть то есть наоборот на меня да вот в ту сторону мы с вами сможем увидеть сцену из фильма вокзал для двоих где басиллашвили вступает вот в этот диалог с гурченко ну что делать что делать и ждать нельзя ехать нельзя также здесь есть прекрасно сохранившаяся вот эта лесенка которая так и просится для анны карениной и она собственно и была вот мы сейчас снимем с этой стороны а потом мы снимем с той стороны выйдем на вокзал на сам именно сюда на этот вокзал прибывает данила багров в фильме брат именно здесь у него проверяют документы мы сейчас специально даже приостановимся чтобы вставить эти прекрасные кадры ну а вы зацените атмосферу на этом вокзале абсолютная тишина пустота если бы мы переместились вот туда мы туда не пойдем но вот если бы мы переместились то мы бы увидели сцену из фильма начальник чукотки и там сцена митинга где про кроликов с такими на небольшим вот искажением в речи идет речь ну а здесь есть у нас еще один потрясающий элемент багажная подъемная машина то есть попросту говоря грузовой лифт но если мы обойдем то увидим уже современную инсталляцию вот она и вот перед вами площадка который не требует никаких дополнительных усилий для того чтобы превратить ее вокзал 19 века здесь например снимался фильм одна из сцен фильма про шерлока холмса и доктора ватсона причем там поиски как бы уезжает а на самом деле он приезжает вот с той стороны сидели наши преследователи вот они и посмотрите где заканчивается собственно то что называется дебаркадер дебаркадер от французского слова дебаркадей сходить но у нас еще говорят дебаркадер то есть вот это длина поездов изначально потом надо было достроивать еще настраивать еще а потом достраивать еще и мы с вами ведь поднялись на второй этаж то есть это железнодорожное полотно которое нас располагается на втором этаже чем его уникальность удивительно что сегодня мы никого не встретили здесь никаких вот свадеб и прочего правда будний день да пойдем пойдем прогуляемся у железной дороги была масса противников на самом деле вообще этот замечательный австрийский инженер он приехал с предложением ее постройки с расчетом на то что он потом долгое время будет эксплуатировать и брать прибыль себе на самом деле забегая вперед в дальнейшем царская власть она так часто и поступала она организовала то что называлась концессии принцип был такой отдается в частное владение постройка железных дорог и дальше уже зависимости от договора либо они ее эксплуатируют какое-то время потом государству и выкупает через какое-то время либо они эксплуатируют ее какое-то время и государству просто отдают но дело было настолько прибыльным что в эти концессии вписывались все для этого правда потребовалось конечно же налаживать собственное производство потому что когда вот эта железная дорога строилась изначально царскосильска вот видите сюда вот если мы взглянем вот этот конец дебаркадера дебаркадера то и рельсы и даже паровозы приходилось ждать и за границей то есть представляете как паровоз доставляли морем а потом везли его на специальных телегах то же самое было и с рельсами и поэтому стояла острейшая проблема по налаживанию собственного производства существовал уже на самом деле организованным организованный бетанкуром корпус инженеров путей сообщения собственно сейчас являющийся главным железнодорожным университетом был лишь там сейчас называется и в дальнейшем конечно же железнодорожное дело было крайне прибыльным и важным об этом говорит хотя бы тот факт что под него был выделен отдельный сегмент в системе жандармского управления который занимался исключительно охраной железных дорог потому что самолетов еще не было и поезда железнодорожные пути носили стратегическое значение вот например когда вот мы сегодня будем говорить про семеновский полк когда семеновский полк отправляли именно из петербурга в москву для подавления вооруженного восстания декабрьского 1605 года то был план и Савенков об этом пишет о Савенкове мы сегодня тоже будем говорить был план взорвать железнодорожную колею для того чтобы помешать им это сделать поэтому вот специальная жандармская структура занималась исключительно охраной железных дорог здесь вот с правой стороны у нас стоит памятник непосредственно человеку которому мы обязаны вообще-то этой самой дороги вот этот вот антон как его там франц франц антуан фон герстнер его звали вот у него этот проворный паровоз он держит в дальнейшем конечно здесь бы не мешал бы поставить памятник мельникову кстати в москве москве ему памятник стоит и вот отсюда мы можем увидеть вот поднимается анна каренина как раз прекрасные замечательной одежде и с прекрасным атрибутом на лице выходим сюда вот так соответственно сохраняется фактура закрашиваемая вот этой вот поносной коричневой краской то есть вообще изначально конечно это все было в нормальном натуральном виде зал ожидания второго класса и здесь уже буфет для публики попроще но тем не менее обратите внимание на высоту потолков и оформление мы с вами спускаемся вниз изначально вокзал хотели царскосельский строить другом месте там районе фонтанки но нужно было выкупать землю выселять соответственно обитателей поэтому поступили крайне просто оттяпали кусок семеновского плаца здесь территория которая называется семенцы по-петербургски вот здесь смотрите как бы при тече метро давки в метро видите специальные были сделаны такие вот вещи чтобы выстраивалась очередь грамотным образом и чтобы не было этого столпотворения у кассы мы с вами выходим куда делась наша героиня сейчас мы будем звонить вот здесь буквально недавно установили памятник воинам отправляющимся на фронты первой мировой войны дело в том что первая мировая война у нас следствие затем великой отечественной она как-то вы знаете ну вот рассматривалась каким-то промежуточным этапом а между тем вот семеновский полк то именно с этого вокзала и отправлялся потому что здесь были их казармы как вы знаете в первые годы выкашивались конечно солдаты и офицеры то есть там потери были до 40 процентов и во франции в париже на берегу сены поставили памятник русскому экспозиционному корпусу и я уже говорил что я был в реймсе доехал до форту ля помпель где части этого русского экспозиционного корпуса служения здесь у нас есть еще одна мемориальная доска фон герстнеру и это как раз то самое здание которое вы видели изнутри ну а я для чего вас сюда привел то для того чтобы показать как этот вокзал вот если мы развернемся и посмотрим сюда выглядел раньше вот здесь будет картинка и вы увидите что раньше здесь протекал веденский канал почему он назывался в веденским потому что здесь стояла церковь введения во храм это был полковой праздник семеновского полка и пока мы к ней идем я выясню где наша героиня которая нам сегодня потребуется церковь стояла вот на той стороне это был край плаца построена она была по проекту как я уже сказал константина тона а вон она я вижу и напоминаю что то он построил во первых здание вокзалов и в петербурге и москве но именно по его проекту они были возведены то он построил храм христа спасителя большой кремлевский дворец и в общем в петербурге им было построено пять церквей одна из церквей святого мирония раньше располагалась на углу как раз веденского канала и ободного канала и она принадлежала егерскому полку ее тоже снесли но мы с вами увидим фотографию семеновского плаца где эта церковь видна вот прямо там она возвышалась я вам сначала покажу старую вообще гравюру как это выглядело еще в середине 19 века ее объективно говоря мы передвигаемся туда и объективно говоря ну по факту и не могли снести дело в том что семеновский полк шефом которого кстати был александр 1 на секундочку он говорил что преображенский полк это царский полк а семеновский полк это мой полк но там подмочила вот этого семеновская история из-за григория шварца когда он там издевался над солдатами и они это было расценено как бунт на самом деле там просто одна из род отказалась подчиняться и это было охарактеризовано как просто самую настоящую революцию к тому же александр 1 находился тогда в вене и австрийского императора об этом донесли раньше чем об этом узнал царь он страшно разгневался по этому поводу я сейчас не буду касаться потому что нам больше конечно интересная другая тема но прежде чем мы о ней поговорим вот обратите внимание я каждый раз здесь спрашиваю вот проект постройки метрополитена что они напоминают вам это храм древнегреческий древнеримский вот площадь восстания у нас тоже построена по принципу храмовой архитектуры если заменить здесь ряд элементов то мы получим вот типичную культовую постройку а раньше листая было управление этой самой рыбинской витебской железной дороги вот так вот она выглядела но его снесли и на его месте взвели вот это вот здание так вот семеновский полк ну участвовавший на самом деле во всех ключевых битвах сражениях и прочих в полтавской битве они принимают счастье бородинской битве и так далее отличился в кавычках у нас в декабре 265 года я не буду сейчас подробно этого касаться но тут ведь в чем дело когда мы сносим памятники ленину это плохо ужасно и отвратительно когда мы сносим памятники скобелеву это прекрасно когда мы взрываем серпи это тоже замечательно я за то что вообще никакие памятники не сносить и даже сталин хотя я абсолютно не его фанат и поклонник когда было то есть это всегда какой-то однобокий подход когда было мы кстати идем мимо корпуса казарм непосредственно семеновского полка когда было восстание в москве 30 пятом году то там был убито почти два десятка чинов полиции при исполнении ими служебных обязанностей там был и об этом рассказывал застрелен на глазах жены и детей войлошников начальник уголовного розыска москвы и вот об этом не принято было говорить и было убито но случайно не несколько мирных жителей жителей и в общем то в москве в определенных районах была самая настоящая вакханалия и конечно же семеновцев их вот натаскивали этой информацией и они туда приехали уже абсолютно зверевшими а когда был убит и еще несколько членов семеновского полка участников то ну тут уже сами понимаете и они да они устраивали самую настоящую карательную операцию я их нисколько не обеляю это был первый момент второй момент заключается в том что в семнадцатом году они перешли на сторону большевиков а потом 600 штыков через два года перекололи комиссаров и соответственно перешли на сторону единичьи этого советской власть конечно же простить не могла и поэтому в тридцатых годах была встроена операция весна по выявлению остатков семеновского и преображенского полков и вот сюда мы идем и в общем то и в общем то вывод очевиден да что из этого последовало например один одно из обвинений было в том что они хранили знамя полка но было спрятано в алтаре семеновской веденской церкви и я кстати один раз будучи в париже на рюдарю где собор святого александра нецкого увидел там икону из веденского собора которые все-таки они умудрились спасти и сохранить мы с вами находимся на пионерской площади бывшим семеновскому плацу дело в том что раньше этот плац был конечно более массивным я сейчас например покажу на фотографию которая надо было показывать смещаясь туда вот варьбе это гуляние и на заднем плане вы как раз видите вот эту самую церковь святого мирония егерского полка затем эта площадь застраивалась вот сейчас там здание тюзе но нам она интересно в связи с двумя событиями первое это казнь петрашевцев условно говоря казнь и вторая уже абсолютно неусловная казнь первомартовцев пять человек в составе жилябов перовская кибальчич тимофей михайлов и русаков все страты общества были представлены должна была быть 6 девушка гейса гельфман но она была беременна ее пощадили некоторые сюда же запихивают первомартовцев еще и саблина который застрелился при аресте но оставалась на свободе одна из главных женщин народной воли про казнь петрашевцев я немножко скажу еще вера фигнер вот они сейчас мы тоже некой необычной форме тоже поговорим но я хочу сказать что казнь это происходило не здесь казнь происходила вот в той стороне ближе к вокзалу советские краеведы специалисты это выяснили и прям даже в книге народовольство петербурге 1984 года серии туристу о ленинграде прям прописан конкретный адрес где располагался эшафот то есть примерно вот туда но для нас это не столь важно это могло происходить и здесь и с нами сегодня прекрасная незнакомка которая носит мой рюкзак это соответственно жизнь боль мы сейчас ей подключим специальный девайс да а мама значит так будешь до илона илона которая ставит вместе со своим коллегой и коллегами спектакль посвященный народной воле по скажи поговори что-нибудь прекрасно hold запихиваем это для синхронизации звука но их и в принципе это и аплодисменты давай немножко сместимся в ту сторону значит мы попросили илону на самом деле ну как бы показать кусочек из спектакля экскурсии потому что я так понимаю что сначала вы ставили это в помещение но мы и будем играть за вы еще не просто пока вот у нас карантин мы сделали такую форму спасибо карантину спасибо карантин да я бы так не придумала это ну и спасибо карантин еще за то что мы вот тоже выяснили что можно устраивать экскурсии спектакли соответственно я сейчас уйду из кадра преображусь чтобы потом рассказать вам про казнь петрашевцев и первомартусов слово предоставляются наши гости такая должна прочитать какой-то кусок из монолы да да илона для специально обученных людей хочу сказать в данном случае представляет нам веру фигнер из выступления вера фигнер на суде я отправилась в деревню работала в селе вязьмина саратовской губернии фельдшерицей в первый месяц я приняла 800 человек больных а в течение 10 месяцев 5000 человек это столько же сколько земский врач принимает течение года в городе в больнице при помощи нескольких фельдшеров болезни у всех были достаточно застарелые у взрослых на каждом шагу головные боли ревматизмы на кожные болезни в редкой деревне есть баня катара желудка и кишок грудные хрипы сифилис не щадящий никакого возраста струбья язвы без конца и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды и при пище столь нездоровой и столь скудной что очень часто я задумывалась эта жизнь животного или все-таки человека деятельность медика агронома техника в народе просто теряла свой смысл мы облегчали страдания народа но мы их не исцеляли наша деятельность была маленькой заплаткой на платье которое нужно не чинить а выбросить и завести новое была невообразима даже мысль о протесте было бы насмешкой говорить народу о сопротивлении или о борьбе когда народ уже находился в периоде своего полного вырождения конечно отношение к нам этих простых душ чающих света имела такую чарующую прелесть мне и сейчас приятно вспоминать об этом каждую минуту мы чувствовали что мы нужны что мы здесь не лишние в общем то это ощущение собственной полезности и было той притягивающей силой которая влекла нашу молодежь в деревню только там можно было иметь чистую душу и спокойную совесть и если нас оторвали от этой жизни от этой деятельности то в этом были виноваты не мы местные власти сразу поняли что им не выгодно моя деятельность в народе многих крестьян я и моя сестра евгения научили читать и писать крестьяне перестали ходить на невыгодные для них сделки ситуация вышла из под контроля поползли слухи что я беспаспортная что у меня фальшивый диплом за мной стали шпионить крестьяне обходили за дворками чтобы попасть ко мне в дом я собрала сведения о деятельности других народников и убедилась что дело здесь не во мне и даже не в условиях сила вязьмина а в общих условиях а точнее в том что в россии нет политической свободы зато есть аресты ссылки каторга и центральные тюрьмы весь мой опыт привел меня к убеждению что единственный путь которым данный порядок может быть изменен есть путь насильственный но если бы хоть какой-нибудь орган общества указал не на другой путь кроме насилия я бы его испробовала но протеста нет нигде ни в суде не в земстве литература и пресса в состоянии полной подавленности лучшие представители литературы или были или находятся в ссылке и те кто побывал в крепости состоит под постоянным полицейским надзором чернышевский михайлов герцен салтыков флеровский щелгунов писарев лавров достоевский пругавин михайловский успенский молодая часть общества учащиеся молодежь преследуется полицией а я не могу со спокойной совестью призывать других к участию в терроре а самой в нем не участвовать вот и объяснение той кровожадности которая может казаться такой страшной и такой непонятной и которая выразилась в тех действиях одно перечисление которых показалось бы суду циничным если бы только она не происходила из таких мотивов которые мне по крайней мере кажется небесчестное все замечательно это было очень круто да ну чё да ладно мне но но вот видишь лёха показывает а лёха на самом деле не врет это самый правдивый человек ну чё ты погуляешь с нами до коньян тогда я здесь гуляю все лето тогда вот там есть рюкзак слушайте но я считаю что да это на самом деле очень крутая идея и действительно ну мы начнем буквально я в двух словах расскажу и про то и про другое событие казнь первомартовцев здесь действительно состоялась ну во-первых софья львовна пировская это была первая женщина казненная в россии по политическому процессу если бы была бы гельси гельфмана была бы вторая но второе оказалось потом зинаида коноплянникова который имеет непосредственное отношение к нашей истории потому что она в 1906 году застрелила генерала мина возглавлявшего подавление декабрьского вооруженного расстания возглавлявшего семеновский полк произошло это в петергофе у меня есть отдельная лекция об этом на канале у гоблина если что можете посмотреть соответственно их сюда привезли повесили с рисаковым никто прощаться не стал потому что он всех выдал под тимофеем михайловым было три михайловых на самом деле самый известный конечно александр михайлов дворник которого тоже казнили он был арестован по собственной глупости хотя собственно был главным конспиратором и некоторые из публики смаковали тот факт что когда перовского вешали то у нее болтались ноги ну что могу сказать в общем то публика пребывала в самом настоящем шоке никто не был готов к тому что царя все-таки могут убить все понимали что не выходятся и второй момент чему не кто не был готов что например среди террористов будет дворянка потомок фактически елизаветы петровны дочери петра и дочь бывшего петербургского губернатора вот к этому точно никто не был готов и это говорит о том что не все было славно в датском королевстве вторая так называемая казнь произошла здесь уже точнее еще задолго до этого это была казнь петрашевцев она получила потом максимально известность благодаря участию в ней федору михайловичу достоевского он был во второй тройке их приговорили к расстрелянию по трое и достоевский ведь на самом деле был приговорен к расстрелянию за недонесение чтения письма билинского google вот это просто а вот николай первым таким образом хотел создать прецедент согласно которому все должны были понимать что вас ждет за какие-то противоправительственные действия но у них не было практически таких вот противоправительственных действий в прямом смысле этого слова более того значит там к ним был подослан сексот то он господи антуан или забыл о фамилии очень как это итальянская фамилия другой человек по фамилии ли пранди это все дело пас и составила отчет о петрашевцев на основе которого все это и было сделано но все мы было бы ничего если бы ну после восьми месяцев пребывания в петропавловской крепости сюда привезли если бы это не было сценировка николай 1 разыграл спектакль и к сожалению не настолько прекрасно как изобразила илона только что их помиловали но об этом никто не знал и вот у достоевского оставалось десять поганых минут как он потом писал он был во второй тройке и прислали человека который заикался вот он заикающимся языком прочитал указ этот и один из в первой тройке григорьев он просто умом тронулся он и в петропавловке то немножечко уже не был не в себе а потом так в принципе с катушек съехал и один просто сказал так уж лучше бы расстреляли но и феденька получила четыре года и собственно это переломный момент в его жизни вот благодаря этому событию мы наверное знаем федора михайловича достоевского таким каким он собственно потом стал если мы развернемся и посмотрим теперь вот в ту сторону а мы там окажемся внутри но для этого нам надо будет сделать такой круг почета мы увидим каланчу полицейской части которая располагалась прямо вот в той стороне ее сожгли во время февральских событий 1918 года вот еще одна фотография почему жгли соответственно пойдем потихонечку почему жгли полицейские части в первую очередь потому что там располагались и архивы содержавшие в том числе информацию о возможных агентах мы с вами будем сейчас гулять по но я теперь могу я выйду него не намного из образа мы теперь с вами будем гулять по большому казачьему переулку который раньше назывался переулкам ильича и про него говорили переулки ильича не ходи без кирпича настолько он был как бы небезопасно я вам хочу показать вот этот вот дом вот сейчас с башенкой на нем и как раз вам прекрасно видна церковь ведения семеновского полка а мы с вами подходим вот сюда будем переходить дорогу того заканчивая с этими самыми семеновцами одним из наиболее известных семеновцев был конечно же наш полководец у воров затем такой человек как тухачевский вся шестом году шар для голь приехал к нам в страну с визитом и попросил местных чиновников свести его с родственниками одного его очень хорошего друга русского с которым он познакомился шестнадцатом году точнее в немецком лагере военнопленных и они с удивлением узнали вы что были фашистском лагере да нет еще было в первом мировой но действительно он познакомился с шагом который все называли тупка это был тухачевский ну судьбу тухачевского вы дальше знаете он быстренько он кстати отличился во время первой войны он был несколько раз ранен и значит за боевые заслуги был награжден но потом переметнулся на сторону новой власти прославился в кавычках при подавлении консанта кронштадтского мятежа и на тамбовщине ну а потом он был репрессирован это был один из первых соответственно военачальников репрессированный по инициативе нашего иважного листера юновича сталина до сих пор разные мнения я слышал и причем все не настолько аргументированы все они ссылаются на определенную источниковическую базу что кто-то говорит что тухачевский был обвинен без каких или на то либо причина другие говорят что на самом деле причины были но факт остается фактом он был реабилитирован и например на миллионной улице висит доска где на доме где он жил причем этот дом раньше проезжал одному великому князю и об этом я надеюсь снять отдельную собственно экскурсию сейчас у нас в российской армии существует семеновский полк или не пункт я заговор правильно называется да ну то есть вот это имя было возвращено в орбиту нашей идеологемы нынешней и это конечно огромная катастрофа для макмуняк но с моей точки зрения ну собственно что вы хотите если мы говорим про петра 1 если мы говорим про петербург про российскую империю то куда ж от этого деваться потому что преображенский семеновский полки это первые полки нашей русской армии поэтому пусть уж лучше так чем никак ну и напоследок могу сказать что вот замечательный актер олег янковский он был точно также сыном бывшего семеновца но естественно об этом помалкивал всю свою жизнь потому что не дай бог кто-нибудь об этом узнал мы сейчас с вами переворачиваемся и смотрим в сторону там есть такая надпись бани бани в казачьем переулке егоровский мы на них еще посмотрим с другой стороны дело в том что эти бани были построены но не видно да не соуса у нас широкий угол ну давайте ладно хотел нырнуть туда подойдем к ним с другой стороны я спрос хочу провести но таким небольшим путем хитрым и показать как раз место с другой стороны где стоял этот храм то но не повезло я об этом уже говорил неоднократно да из пяти храмов сохранился только один который я планирую показать тут в процессе ближайшей экскурсии потому что располагается рядом с бывшей дачей ведомственный прославившийся в кавычках тем что там было совершено покушение эсеров максималистов на петра аркалиевича столыпина его семью и те кто и в этом ожидал вот здесь вот этот храм располагался мы я покажу сейчас памятный знак который там был установлен свое время мне кажется я выгляжу как человек которому не хватает теперь как бы авоськи задрипанной собаки и лежать где-нибудь и говорить братан закурить не будет вот стела не будем к ней подходить вот так вот она за за этими за деревьями видна собственно означает точное место где располагался где располагался эта церковь так вот пару слов про бани дело в том что егоров был купец-старообрядец и сейчас для нас бани ну для большинства скажем горожан да это как правило уже ну некий такой досуг досуг хобби да то есть вот на даче мы любим там бани строить и прочее раньше баня была меры не просто необходимая она была катастрофически необходимы потому что водопровода практически не было он только начинал появляться вода в нем была не очень хорошего качества из-за этого эпидемии холера и прочее сейчас читаю очень интересную книжку такую прям научную книжку с таблицами графиками посвященный вот такая посвящена истории петербургского водопровода во всех аспектах когда я прочитаю я выжму оттуда все самое интересное вам конечно же расскажу и даже покажу кое-что и поэтому в баню народ ходил это было мега прибыльное дело вот серьезно бани это вот как бы если ты устроишь баню то ты в шоколаде и егоров заказал проект этих бани никому бы то ни было одному из самых модных и продвинутых архитекторов той эпохи павлу юльевичу сузуру которого мы с вами знаем прежде всего по дому зингера дому книги на самом деле построил 80 с гаком домов в городе петербурге и еще одни бани у него как раз на пушкинской улице располагались об этом можно почитать в моем путеводителем по низкому проспекту потому что там жил кондрашен наш великий тренер баскетболист на фасаде дома висит мемориальная доска ему посвященная естественно бани делились по классам да были люксы были бани попроще отделение попроще и там принципе все было как и сейчас да то есть вам могли сделать массаж вы могли нанести банщика шум вас попарил там было специальное отделение которое было занималась тем что срезала мазули например на при желании конечно же можно было бы заказать женщин с пониженной социальной ответственностью такое тоже существовало вот такой милый двор очередной посмотрите что мне в нем нравится это вот эти вот выделенные рустованные стены я даже назвал это резолитом но это конечно не совсем резолит добро пожаловать в нашу петербургскую атмосферу в принципе солнце ушло я наверное могу уже снять очки мы сейчас выйдем я вам покажу несколько картинок как собственно выглядели эти бани вот это все корпуса этих бани раньше это раньше это все были бани но сейчас только вот дальний корпус баня все остальное было переделано под жилье и под офис вот например одно помещение где люди прямо моются вот так выглядел вход в эти бани вот еще одно помещение ну то есть по интерьерам вы можете понять насколько вообще там все было круто а это доходный дом который построил егоров просто для извлечения уже прибыли но в нашей истории эти бани интересны тем что они мелькают воспоминаниях савенкова дело в том что когда они покушались на вячеслава константиновича плеви савенков он подбежал к месту взрыва лёха встань сюда тут мне иногда машины ездят подбежал к месту взрыва и он не знал убит плеви или нет и он пишет своих воспоминаниях что он взял номер в казачьих банях пошел туда лег на лавку и лежал так два часа просто в полной абстракции и только когда он вышел из этих казачьих бань он соответственно увидел мальчишек которые раздавали срочно напечатанные газетные листки и узнал что плеви убит и вот праздник праздник на дворе социалистов революционеров в раньше переулок был состоял из двух частей он был большой казачий и малый казачий мы сейчас с вами зайдем вот сюда в этот потрясающий особняк здравствуйте добрый мне очень нравится один из владельцев это сами как кривдин мне кажется соседний особняк должен был быть правдина и тогда это было бы шельцов архитектор вот смотрите как люди просто железными щитами зашили печь которая раньше обогревала действующий здесь этот подъезд парадный здесь даже есть у нас то что называется меандром вот этот орнамент обычно его можно наблюдать на соответственно фасадах домов а здесь мы увидим вот в таком исполнении посмотрите какие здесь есть прекраснейшие арочки ведущие вот в такие ниши ну и жильцы конечно же пытаются создать уют не безуспешно вот видите просьба не курить с уважением относиться но это прекрасно считаю а теперь друзья мои внимание вопрос а что вот это вот такое вы возможно подумаете что это просто элемент который служит для какого-то укрепления лестницы или прочее нет друзья мои это газовая труба уникальный экспонат сохранившийся еще с тех времен он был вмонтирован для газового освещения потому что подсветить надо да не видно потому что газ предшествовал электричеству я больше не ни в какие почему видите как люди старались да вот тоже вот эта модерновая тема она сейчас полая да не ни к чему не не служит вот но тем не менее ну и собственно наверх мы уже не пойдем на самый я думаю что это она вполне достаточно вот такая чудесная но естественно изначально это все было с чистого дерева сделано видите потом все было закрашено этой прекрасной прекрасной краской выходим отсюда тут на самом деле очень красивые балконы вообще очень богатая ароменталистика которая была засрана в самом чистом виде нашими выхлопами такая смешная тетенька с двумя факелами а я вам хочу показать фотографию как эта территория выглядела раньше вы смотрите то есть тут как раз видно виден и доходный дом егорова и все остальное ну а мы с вами подходим ребята к святому самому святому адресу для всех марксистов ленинцев и лона можно вас побеспокоить я достал там одну один штук который я хочу показать дело в том что еду я как-то еду по этому переулку намечаю экскурсию но я знал что я читал вспоминания террориста савенкова я знал что в казачьих банях он был для меня это прекрасная зацепка для того чтобы выставить маршрут мой и я человек который а ну все-таки живу в петербурге бы как бы вид хотя не для всех не все так считают и тут вдруг я во первых вижу вот эту мемориальную доску а вы как я знаете как как вы знаете я всегда обращаю внимание на мемориальной доске во вторых я вижу вот это вот думаю какая интересная история музей разночинный петербург до музеями матери или материальной культуры значит зашел туда зашел обалдел совершенно потрясающий музей на самом деле ну и подхожу спрашиваю а как он договориться о съемках а мне говорят мне вот мы под министерством культуры мы забыла съемки запрещены игра как вы собираетесь себя вообще продвигать и так далее как он здесь организовался дело в том что здесь в 1994 году владимир и члене на третьем этаже живут я вам покажу прямо интерьеры его комнаты вот так вот они выглядели он снимал эту комнату за 10 рублей и туда входил керосин чай с хлебом два раза в день и уборка это была очень недорогая на самом деле тема и квартира это сохранилась комнату они установили там есть два предмета которые помнят туловище владимировича ленина и соответственно я поразился тому что ничего нельзя снимать и думаю ну а как вы собираетесь продвигать ваш музей да ну вот я все равно продвину потому что музей прекрасный потому что там есть еще один одна экспозиция которая меня очень сильно порадовала вот там есть такая вот панорамка которая показывает как выглядела эта территория вот этот самый храм видение и здесь же на самом деле а здесь не видно то что там как раз видно если посмотреть вот это не башня каланча пожарный каланча который располагался на частью вот и когда ты заходишь там на первом этаже одно отделение она на третьем этаже собственно квартиры владимира леща ну как квартира комната да он тогда служил присяжным поверенным у него начались проблемы со здоровьем он уехал лечиться когда он вернулся в девяносто пятом году он поселился не здесь а вот там на углу я скажу этот дом аж 1725 года постройки можете себе представить то есть это пушкинская эпоха вот и конечно башни сносит а я вам сейчас покажу вот как раз последствия давайте еще сюда зайдем раз нам повезло вот смотрите на эту чудесную лепку которая на самом деле была конечно же другого цвета изначально ну и мы выше не под не пойдем всему лету темно но вот высота потолков вставляете какие здесь были квартиры на изначально ну и наш любимый лифт ты же ты же катался на таких лифтах ты ты боишься их но ты зато тоненькая с тобой там удобно располагаться нет так вот у тебя клаустрофовия так может это полезно для актрисы вдруг тебе выпадет когда-нибудь роль когда ты попадаешь в узкое пространство и ты так вспоминаешь но при этом ты будешь не в узком пространстве да ты же поешь эту ты же поешь эту историю не ну это что это это очень большой лифт я бы сказал огромный огромного сюда маму в лифт подогнали специально служба вызова лифтов не 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 мы не поедем мы специально пойдем слушайте тут прямо одни сплошные наши люди вот сюда я хочу зайти но наверху традиционные полосы счастье от грузовиков оставленные особенно вот здесь вот я сейчас хочу показать как изменился город со времен моей молодости да потому что вот этот двор раньше был проходной отсюда можно было пройти на гороховую чем многие занимались но кстати вот тут традиционные наши любимые холодильники висят но это не самое интересное самое интересное покажу дальше вот и вы идете идете такие вам хорошо вы проходите один двор вы проходите второй двор вы поворачиваете вот туда идете здесь и вот там вот вы вдалеке выходите на гороховую улицу но сейчас здесь повесили ворота и вы уже ни на какую гороховую улицу не выйдете потому что видите ключи в квартирах 65 дома но я хочу показать ну то есть вы вы конечно видели если постоянно смотрели вы видели я проверю звук пока трешевые дворы но сейчас хочу показать один топчик просто пойдемте один-два раз все идет все прекрасно вот здесь как раз про достоевского и надо рассказывать иди сюда это расселенный корпус его в принципе видно с казачьего переулка здесь вот такая чудесная щель вот мне кажется здесь надо монологи то читать ужас такое может быть более чем а у тебя фамилия сейчас какая маркарова да я просто ну я просто помню тебя по дикапуа хорошо ой смотрите какая прелесть кормушечка и вот они суровые будни нечего смотреть на стенку смотри в темноту да ну ладно давайте откроем а то вдруг он сегодня придет посмотрит в окно пошли дальше ну огонь да огонь вода и медные трубы зато смотри какие здесь концептуальные клубы почему-то ничего не растет потому что если курит и здесь нет солнца это мне кажется такой слоган пластмассовые цветы это альбом панк группы должен так называться и группа должна называться здесь нет солнца цветы пластмассы пластмассы из пластмассы мы все из биомассы цветы 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 а где живешь ты ну и так далее в общем то ребята можете взять на вооружение и пишите песни мы выходим из этого потрясаю ну во первых я зале хоть а хватит этого дранку видишь да нет видна на загляни туда куда все эти люди доходили я все думаю куда все эти люди то идут странные вот куда я даже вот кстати обитатели хостел эконом явно вы в экономе живете да а вот здесь да а у вас там тоже хостел но понятно одни кавказ и силы то есть прикиньте раньше это был один из самых привилегированных доходных домов то здесь ну вы видели до потолки сколько здесь стоило жилье все так и прочее теперь кавказ силы ну вот так вот меняется сейчас я пока вот посмотрите мы ступили до наверх сейчас вам покажу дом по проекту такого архитектора по фамилии гингер и домовладельцы звали н.п. семенов вот мы поднимаемся сюда этот наш типичный дур двор курдонер некоторые ну ошибочно называют такие вещи подвесными подвалами такой же подвал есть во дворе дома бака я туда как мы тоже сделаю виде экскурсию там живут несчастные люди потому что там открыт двор и туда ходит толпа туристов но на самом не подвесное дело в том что время было такое что каждый квадратный метр использовался там находится подвал действительно под нами который ну был необходим для нужд вот видите отсюда раньше можно было туда попасть часто заделано но что мне лично здесь радует это то что гингер это дореволюционная тема но это чистой воды третий рейх вот реально альберт шпиер извините посмотрите ну то есть как бы вот смотрите какие суровые вот эти вот ангелочки такая была организация фашистской германии сила через радость или радость через силу господи как назывался что-то меня иногда заклинивает ну вот но конечно никаких намеков здесь нет и более того и аллюзий наверное и не существует но вот это вот очень забавная параллель вот мы с вами прям спускаемся да вот здесь вот если наш дорогой алексей сейчас покажет камеру вниз вот тут прямо видно ступеньки и даже не одна видите поднят уровень дома а в девяностотом году ленин жил вот в доме который располагался до этом месте и он писал своей матери что жить невозможно очень тонкие стены и невыносимо играет сосед на балалайке то есть он от него спасался но в общем то недолго он спасался потому что он был арестован и собственно потом уже началась совершенно другая тема в его жизни мы с вами переходим гороховую улицу вот здесь по пешеходному переходу и ныряем еще в одно удивительное таинственное и прочее место петербурга это самый настоящий конгломерат проходных дворов посмотрите как поднялся культурный слой особенно вот здесь вот эти вот самые отбойники вот я вам хочу показать что тупиковые дворы они все-таки бывают разные вот там мы видели да да двор он но прямо застрелив а здесь он хоть и стенку но согласитесь уже производит более такое светлое радостное впечатление ты как вы считаешь и лона это все-таки как-то более вдохновляющий угол чем мне конечно до сравнение с тем да это такая замкнутая территория которая раньше на самом деле принадлежала как раз вот этой полицейской части но потом она стала застраиваться вот такими флигелями для извлечения прибыли и и по ней можно облуждать ну не часами конечно же но в общем то довольно долго потому что можно пойти так можно пойти сяку даже здесь можно вот видите мы могли бы там зайти мы могли бы здесь зайти можно пойти сюда можно пойти туда ну давайте пойдем сюда например это все жилые помещения за исключением тех которые вы купили например вот этот часть этого флигеля выкуплена вот видите в каком прекрасном все состоянии пребывает мне очень нравится как красиво оформлены окна дизайн печаль там даже вытяжка стоит слышишь там тринь 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 ну наверное здесь видите красная занавесочка может быть здесь тоже ИП явный организовал это уже такой совсем эконом хостел да но на самом деле тем не менее здесь когда-то были даже ворота видишь петли висят в принципе это уже можно назвать арт-объектом называется урна устала здесь как правило первые этажи отданы под всякие там креативные пространства что в этом корпусе что в том вот там чуваки всякие стоят но видите по вот этому велосипеду можно понять что здесь живут люди не без фантазии огонь же я считаю вот прекрасные это классики для самоубийц привет пива нет пива нет можно к вам можно к вам гости зайти здравствуйте ну здоровье есть? есть я в походах ну пойдем зайдем а что пьем? не не суши вкусно это русский ягер что серьезно русский ягер? нет ягер я люблю богульма знаешь что это 24 настои трав и ягод да? ну дай буквально так а я тут я больше не выпью больше не надо ммм nice ну это русский ягер делаются где-то в Казани, богульма эй пчелы мир богульму где делают я забыла привет в Патерстане в Башгире здравствуйте ребята можно к вам в гости зайти? ненадолго ну просто мы дома видео экскурсию снимаем по проходным дворам да поэтому у нас там коробочка стоит в донейшн если все да? я могу разместить на вас ссылку чтобы вам донейшн сделали хотите? да можете А чем вы занимаетесь здесь, если не секрет? Мы это технохрам. Технохрам? В честь великого жидомасонского бога Кришна? Нет. Кришна не слушал техно. Кришна не слушал, но откуда такая информация? Ну, тогда не было такого качественного техно. Понятно. У вас здесь проходят какие-то движухи? Да, играете. Мы кушаем тут сейчас. А, кушаете? Ну, мне кажется... В целом, да. В целом, да? То есть, какие-то вечеринки происходят? Да. Вон там, смотри, вон туда. А, слушай, действительно, смотри. Классно у тебя плач. А ты что, голый поднимешь? К сожалению, нет, но я возьму на вооружение. Не, я просто в бриджах, я на велике. Голый. Слушай, ништяк. Ну, то есть, я все-таки от Кришна-то недалеко ушел, я смотрю. Нет, знаешь, у нас боги внутри нас. Боги внутри нас? Мы не фанатики. Как бы, а как бы ты описала бога внутри тебя? Это и я есть. А, ты богиня? Да, ты тоже бог. Не, ну, слушай, я не претендую. Я не говорю, ты претендуешь. Либо ты фанатик, либо ты бог. Выбор за тобой. А, либо я фанатик, либо я бог. Откуда ты, знаешь, я не фанатик? Я не знаю, кто ты. Я тебе предлагаю выбор без выбора. Ништяк. Слушай, вот это мне очень нравится, конечно. О, ладно. Извините, все, не будем. Это пространство артистов. Артистов? И джерс, то он. Вот это пространство. А если ты можешь покушать? Не, не, ребят, спасибо большое за угощение. А что, как ваша фрома называется? А наберите в любом поисковике Павел Переса, найдете мой канал. Перес? А ты есть Переса? Нет, я кастрат. Поэтому я... А почему это перец? Он на чили или... Это сублимация, видишь, у меня нету перца, и поэтому я так... Просто в ходе утра чили пришел. Кастрату раз пришел скрипач. Знаешь это до сих порения Пушкина? Нет. Нет? Ну ладно. Спасибо, удачи, успехов вам. Ваду, прекрасный взятал. Угу. Ну, еще мы с Паширакой, а почему вы с Паширакой здесь вас еще не закрыли? Нас? А почему нас должны закрыть? Ну, не знаю, на чего ходить. Мне кажется, у тебя будет. Нас еще и начали. Это бог техносов сломал? Ну, это как-то читает. Короче, играли. Пили, играли и удачно попали. Да, я просто только приехала за городом, были, знаешь, где это? Где? Кто? Систа, знаешь такую штуку? Систа? Нет, не знаю. Серьезно, даже ты? Нет. Леха, видишь, просто более модно выглядит, поэтому ты даже... Да, мы серые. А что такое систа? Ну, расскажи. Опеннер. А, понятно. Там это, боги танцуют. Там кто только не танцует. Вот, мы только сейчас приехали оттуда. А. Ну, тут вообще охрененное здание. Короче, у меня есть РОО Отечество. Только это потом не выкидывай куда-нибудь туда. Региональная общественная организация отечества. Общество посодействует сохранению культурно-исторического наследия. Что с этим связано, вплоть до духовного развития населения. Доки изменился, что получено. Вот это, смотри, вот этот дом. Вон там ставишь забой. И там. И тут херачишь как хочешь, короче, что угодно. Но почему у Минобороны, вот это здание там все находится? А, это у Минобороны находится, да? А вы это арендуете или что вы делаете? Слушай, я пришла сюда оббухнуть, пожалуйста. Такого хрена Минобороны не может восстановить культуру. Слушай, Минобороны не может восстановить более знаковые... У них что, бабок нет? Нет, у них есть бабки, но Минобороны это очень странная структура. Ты знаешь, например, что на Красной площади до сих пор одно из помещений принадлежит им. Я знаю. А Новую Голландию сколько пытались как бы вернуть? У меня дети, короче, первую линейку, 1 сентября встречают в Новой Голландии, короче. Твои дети? Да, у меня старшему 10, младшему 8. Я Кристина, привет. С Питера, наполовину из Ялты, родилась я в Ленинграде. Ой, я был недавно в Ялте, кстати. У меня там дом тоже есть, но это бабушки, не мой, я малоимущая, официально безработная, манифестирующий генератор, лекарь по глазам, синяя рука, короче. Просто пиздобол с дипломом, есть диплом юриста. Ты очень как раз, я как раз юристов так и представлял. Ну, так я и есть. Гуап, знаешь, Гуап? Гуап, да, конечно. Вот, Юрфак Гуап, диплом могу показать. Ладно, Кристина, надо пойти дальше, я обязательно загляну к вам в гости. Да, вот сюда, если что, вы все скажете. Детям привет, у тебя это, смотри, Big Brother is очень new. Если что скажешь, смотри, у меня друзья, что делают, короче, в Симферополе. О, в Симферополе? У меня в Симферополе тоже есть друзья. Да, смотри, я открываю вот эту фишку. Круто. На этой штуке можно... Не, я хотел, я хотел показать вот эту бочезарную дельту просто. Вот, видите. Ну, не вижу. Продалась, ты же домосоном. Я никому не продаюсь, ты чего. Ладно. Кристина, было приятно познакомиться. Да, еще приходите, еще выходите, говорите от Кристины и вас там накормят. Хорошо. Огонь. А бабки-то будут? А? Бабки-то будут? Вот так вот, все, все в итоге упирается. Да, но у меня буквально закончилось. Люди будут, люди ходят, как правило, по нашим маршрутам, будут приносить бабки. Приносите бабки Кристине. А когда вы эти видео людей не выкладываете, а бабки в том числе не выкладывают? Так а, а как тогда люди бабки понесут, если мы видео не выложим? А сначала на бабки, потом в видео. Кристина, ну ты же юрист и как бы... Да. Вам нужна промо, чтобы люди приходили и не носили бабки. У нас дальше как-то с людей. А, все с бабками? Все с бабками? Да. А, ну ладно. Там надо какую-то юридическую бумагу заполучить? Да. Могу тебе напишать. Ладно, хорошо. Я тебя найду и попрошу. Смотри, какой прекрасный арт-объект. Друзья мои, но если... Я-то как бы всегда за промоушен, самых разных идей. Но видите, мы живем в таком мире, что даже в каждом подвале вам грозятся какими-то судебными разборками. Здесь у нас как раз вот здание. Вот если вы посмотрите внимательно, то по конфигурации поймете, что это здание принадлежало именно полицейской части. Ну и мне, как любителю всевозможных крокодильчиков и динозавриков, вот такое тоже приятно. Вот, сейчас мы выйдем, я вам покажу мой самый любимый пейзаж. Наш петербургский. Как-то ты быстро убежал от этих... Да, просто мне нечего сказать. У тебя нечего сказать. Слушай, ну мне это напомнило на самом деле годы моей молодости, когда мне было 17 лет, и я тусовался в центре. Вот примерно вот с такими персонажами я общался. Я там познакомился с Серегой, с которым потом вас сходи поехали за марихуаной. Ну, потому они тебя и узнали. Ну, нет, ну я-то с тех пор весь в страйт-эйджах и как бы в походах по Крымским горам. Вот, шикардосная на самом деле панорама. Особенно она круто смотрится в таком совсем сером будничном небе. Типичная петербургская тема. Вот я просто на всякий случай хочу вам показать, что там вдалеке есть арка на нее. Если в нее пойти, то можно выйти на, собственно, загородный проспект. А вот это, вот это и есть бывшая полицейская часть. И вы можете об этом догадаться, посмотрев внимательно на конфигурацию окон. Здесь раньше, на самом деле, вот прямо, вот пойдемте, я даже покажу. Вот, видите, раньше здесь были конюшеные сараи, потом они были переделаны под жилые пространства. Ну, мы выйдем на Бородинскую улицу, чтобы этот двор показать. То есть мы можем выйти на фонтанку, но выйдем на Бородинскую, чтобы показать, что он проходной, собственно. Я до сих пор вот иногда думаю, ну просто я жил такой жизнью несколько лет, как бы я назвал, сквотные, да, назовем это так. И мне, конечно, очень сильно перло вот эти всякие. Это такой, мне это напоминает Берлин, честно говоря, там 90-х годов, когда в освободившихся всевозможных помещениях организовались вот эти сквоты. Берлин был, можно сказать, европейской столицей, столицей сквотерского движения. У нас в Питере был свой сквот на Пушинской 10, тоже знаменитый. Вот посмотрите, как Годзилла выгрызла кусок угла. Здесь у нас тоже живут непростые люди. Вот видите, какое прекрасное технологическое кресло. Ну, тут уже тачек побольше, конечно же. Но, если мы сюда заглянем. О! Привет, ребята! Можно к вам в гости? Вы открылись, наконец? Да, мы открылись. Мы начнем с 7 часов. Начнем с 7 часов. А просто заглянуть можно? Да, да, конечно. Да, спасибо. Там рабочие моменты. Там напротив живут, кстати, тоже прекрасные люди, но почему-то они очень остро реагируют на разные вещи. Я просто говорю, у вас был, когда вы только ремонт производили? Ну, здесь дело в том, что лично у нас выставка проходит. Вот, Союз художников, хорошо. А ребят, пространство это вот к организаторам, да. А, понятно, понятно. Давайте. Здравствуйте, мы к вам на выставку. Можно заснять чуть-чуть? Она еще не открылась? Ну, мы быстренько пройдем, прорекламируем вас за то. А, вот так? А мы на канале. Вот можете посмотреть. Павел Перец, меня зовут. У меня каналчик есть. Да, давайте вас соединю с режиссером выставки. Вы с ним говорите, она вам поведет. Давайте. Давайте нам режиссера выставки. Я являюсь непосредственно арт-директором главной команды. Куманды? Да. Как вас зовут? Сборками зовут Елена. Елена, очень приятно. Меня зовут Павел. У нас здесь Тоша. Ты ко мне? Да, да, да. Тоша. Тоша, вы прекрасные. Вы знаете, мне кому напоминаете по образу этого? Друбич в фильме «Черная роза. Эмблема печали». Смотрели, нет? Нет, она там тоже нарядилась в какие-то такие замечательные. Нет, у кого-то культурный патруль всего лишь. Да, да, да. Режиссера данный бутылок. Можете не смотреть туда. Искусство. Можете пройти, пойдемте на бутылку. Пойдем, пойдем. Давай мы быстренько наставим на две секундочки. Инопланетяне. Здесь выставляется пять художников из Санкт-Петербурга. Вот, пожалуйста, Александр Мазуаров. 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 Это энкаустика. Энкаустика? Энкаустика. Выжигание горячего воздуха. А, точно, Господи. Можете пройти в ту сторону, посмотреть? Конечно, с вами пока не готова. Да ничего страшного. Энка устроена тоже Ягуарова. Тоже Ягуаров. Фуфуфуфуфуфуфа. А всегда вот надо с двумя Фу писать фамилию. А, я вам скажу почему. Почему? Это пошло, когда русские приехали. Нет, я знаю, откуда это пошло. Я знаю, но считаю, что это Ф-на конце. Это, да, но это Ягуаров. Но он же сейчас-то в России живет. Нет, просто это сейчас все-все, у кого на Ов оканчивается фамилия. в художественной среде они все пишут фу-фу, чтобы звучало, это ваше, да, супер, ничего страшного, Сколько у вас уходит времени на одну такую работу? По-разному, от одной до полторы минуты, потому что это все интуитивно, все не привязано никаким мыслям, просто потом садись и пытаюсь понять, что тебе сказало подсознание, не задумываясь о чем. Хоть какой-то коммерческий выхлоп с этого есть? Пока нет, я еще не дорос, народ не дорос до моей музыки. Я думаю, к этому придет, потому что слепое копирование реальности, которую не мы даже создали, фотореализм будет уходить, потому что фотоаппарат не переплюнуть. А вот эти вещи вылезают вообще из подсознания, а может вообще из какого-то информационного поля. И они, может быть, будут более интересны. Это вот я попробовал. А любому, вот я покажу, как это мастер-класс будет здесь, и любому будет интересно свое, свой внутренний. Хотите, дам вам, ну, я, конечно, понимаю, совет. Попробуйте на детскую аудиторию выйти. Я детям, пенсионерам уже мастер-класса даю. Да, потому что мне кажется, это вот, вот это как раз очень... Дети вообще, вот я скажу, что я на Невском, около Спаса, время от времени выставляю, да. Вот дети, они просто вот мимо не проходят. Вот, вот поэтому я говорю, вот на детей, вот это и через детей вы... Да, да, да. Спасибо, удачи вам на вашем творческом пути. А это не вы случайно? Это автопортрет. Так то, что ягуаров этого и есть. Супер. Ну, вы нас сюда не пустили сначала. Ну-ка, товарищ оператор, ну-ка, иди-ка сюда, смотри тут, смотри тут какой-то. О-о-о. Как все видоизменяется. Вообще фантастик. А как вы зовут? Виктория. Виктория. А у вас есть какой-то там фамилия, никнейм или что-нибудь? Ну, просто ту мач Викторию в этом мире. Ага. Ну, вот до сих пор не было. Не было? Да. Давайте мы вам придумаем. Давайте. Да? Очень интересно. Виктория Фиолу. Фиолу. Как вам? Ну, вот у меня тоже есть идеи такие по поводу этого, я уже думала. И есть такие три норны в скандинавской мифологии. Ага. Урт, Вернанди, Скульпт. А прошлая, настоящее, будущее. И мне кажется, вот Виктория Вернанди. Вернанди. Прекрасно. Прекрасно. Виктория Вернанди. Здесь и сейчас. Авпруф. Да. Давайте. Виктория Вернанди. Мы присутствуем при рождении нового художника, новой, можно сказать, художественной единицы в этом прекрасном мире Виктория Вернанди. Да, также моя подруга Виктория. Но не Вернанди. А я Виктория Мать-Сверчков, Кругилу, Ночерожденная. Да, очень простое запоминающееся имя. Я уверен, вы сразу же его восприняли как надо. Хорошо, как бы вы охарактеризовали стиль вашего творчества? Волшебство. Сакральная геометрия. Сакральная геометрия, конечно. В принципе, я как зашел, я думаю, точно же, это сакральная геометрия. Да, потому что здесь очень много символов зашифровано. И сколько концов у звезды, к примеру, шестиконечная звезда, это цветок жизни, это вообще вот все, вся Вселенная, это наша генетическая спираль, это строение молекулы. В этом зашифровано все. И когда работаешь над такими вещами сакральными, то очень мощно происходит такой скачок в развитии. Ну понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, Виктория Вернадзе. Да, обязательно. Где можно ваш письменный репортаж? Да просто соберите в любом поисковике, Павел Перес. Найдите мой канал и там выйдет. Ну, хорошо. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Спасибо. Мы познаем мир. Да, друзья мои, что-то я так смотрю на время, у нас тайминг-то прям сегодня ого-гошенький. Вот, мне кажется, прекрасная характеристика происходящего здесь. Ну, пойдемте-таки, наконец, выйдем на следующую улицу, чтобы закончить это все. Вот здесь, кстати, тоже живет человек, но мы уже туда не будем стучаться. Я там просто к ним один растучался, не достучался, но мне сказали, что он там живет. Ну, пока мы выходим из этого удивительного мира Петербурга, вот, посмотрите, видите? И оттуда пахнет всевозможными благоуханиями. Значит, что я хочу вам сказать, пока мы здесь идем. Вот, смотри, какая чудесная картина. Шикарная. Дело в том, что вас ждет масса всевозможных сюрпризов. Ну, главный сюрприз заключается в том, что мы все-таки, наконец, выпустили этот ролик, поскольку, как вы видите, снимался он еще осенью, а сейчас на дворе уже декабрь. Тем не менее, у меня переиздался путеводитель, и он стал еще более удобным, поскольку многие писали, что они вот прямо с ним гуляют по улице, ну, по Невскому проспекту в данном случае, и читают его. Книга продается у меня на сайте, точно так же, как и мой роман «Корень». И обе эти книги можно будет приобрести после моих экскурсий, которые будут проходить на новогодних праздниках косяками, со 2 по 10 каждый день. В этом случае они будут дешевле, поскольку вам не придется платить за пересылку почты и не отваливать процент Робокасси. В декабре в Петербурге вас совершенно точно еще ждет одна экскурсия. 12 числа мы будем гулять по территории Новодевичьего кладбища, ну, и расскажу заодно про те самые московские ворота и все, что вокруг них. В Москве я окажусь после 15 января, когда, соответственно, будут сняты все ограничения, наложенные Собяниным. Следите за анонсами. Ну и ссылки на все, соответственно, там контакты, инстаграмы и прочее-прочее будут размещены вот там в описании под этим видео. С вами был гид Павел Перец. Увидимся с вами. Пока.